Каждый человек приходит в эту жизнь с определённой миссией. А достигнет ли он конечной цели, реализуется ли он как Личность, зависит от того, кто будет рядом. Когда за спиной есть крепкий тыл и опора, когда в семье благоприятный климат, когда есть люди, которые разделяют твои интересы, всё делается с большой любовью. Моя героиня – удивительно интересная личность. Её фта-альбом полон не только яркими снимками крепкой дружной семьи, но и радостными лицами её благодарных пациентов. Людмила Ясова, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Чай? Да. Добрый день. Очень рада вас видеть. Передача наша называется «Фотоальбом». У каждого человека есть масса фотографий, в которых хранятся самые памятные моменты, самые моменты, которые близки человеку. Какая фотография вам дорога больше всего? Самая дорогая фотография, конечно, это фотографии семьи. Почему? Потому что, во-первых, здесь мы все вместе. Это дети здесь со мной, здесь мой муж. Случилось так вообще по жизни, что есть фотографии супруга с детьми, есть фотографии очень много детей. А чтобы я была вместе с ними – это очень большая редкость. Мама на работе. Мама на работе. И, конечно, когда дети росли, это было недопонимание. И когда, кстати, вот была необходимость показать семейные фотографии, их очень-очень мало. И, конечно, вот эта фотография, она самая дорогая, она самая лучшая. И, наверное, это то, что греет всю жизнь, и то, что рядом всегда. А давайте вспомним вот этот день, момент. Это было вечером. Как раз я собралась, вот пришла с работы. И, по-моему, это был для день рождения у кого-то, у ребят. И вот такая фотография получилась. Мы вместе сфотографировались. И, конечно, вот видите, посмотрите, все тут дочка довольно сияющая. Я рядом с дочкой. Сын тогда, это был подростковый возраст, он такой серьезный. Вот это было достаточно давно. Но, к сожалению, вот даже на сегодняшний день, наверное, вот таких фотографий, чтобы мы вместе как-то фотографировались, вот не получается. Мы еще вернемся к теме семьи, да? И хотелось бы все-таки сейчас поговорить о вашем детстве. Все-таки детство – это фундамент, да? Это наше развитие. Какое вы были в детстве? Есть у нас фотографии? Вот. В детстве девочка с бантиком, да? Вообще меня воспитывала бабушка. Меня воспитывала бабушка, потому что родители, родители, отец военный, это другие города, мама была рядом с ним, поэтому меня воспитывала вот моя любимая бабушка. И, кстати, сказать, что, наверное, тогда еще в детстве уже были какие-то изначально заложены корни, да, в Якутии, потому что вот родная сестра моей бабушки, она сразу же после окончания образовательного учреждения приехала сюда, в Якутию, и здесь работала. Работала учителем, работала в первой школе в городе Якутске, была заслуженным учителем Якутской АССР, поэтому уже, наверное, тогда у бабушки были заложены корни какие-то, чтобы я, наверное, сюда приехала. Наверное, какой-то знак был слышен. Да, все не случайно, как говорится. Все не случайно. А вы верите в это, да, в случайности, в человечестве, в случае? Нет, дело в том, что энергетика есть, она однозначно присутствует, и есть силы, которые свыше или рядом с нами, да, не важно, но эти силы есть. Просто мы о них не знаем, мы не настолько, человечество, наверное, развито, и неизвестно, когда мы постигнем эти секреты, но то, что высшая энергия есть, и когда мы говорим, что мысль материализуется, это однозначно так. Это правда. Но вы сказали, бабушка за вами смотрела, значит, вы были, наверное... С раннего возраста воспитывала бабушка. Да, ребёнок, который купался в любви и заботе, которому позволяло всё, наверное, да? Я вот не знаю, насколько там позволяло всё, но вы знаете, точных запретов не было. Поэтому я сегодня говорю, да, что когда бабушка воспитывает, это однозначно вырастает очень добрый человек. Это человек, который, может быть, немного не приспособлен к каким-то реалиям жизни. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, это достаточно плюс, потому что этот человек и сам никого не обидит, он достаточно добрый, потому что кроме добра он от бабушки, от дедушки он точно не видит. Потому что это те люди, которые вкладывают полностью себя, не бегут на работу, и кормят, и поят, и встречают, и провожают, и доброе слово, и твоих друзей тоже накормят, и понимают тебя с первого раза, и с первого взгляда. И даже когда ты растёшь подростком, и вдруг позволяешь себе какие-то вещи такие более агрессивные, они всё прощают, они всё понимают. Как правило, те дети, которые росли в заботливых руках бабушек, обладают множеством навыков. Бабушка Людмила Ильясовна, Римма Ивановна, всю жизнь проработала на почте. Выйдя на пенсию, всё своё время посвятила воспитанию единственной внучки. Именно благодаря ей Людмила Ильясовна умеет абсолютно всё. Вязание, шитьёвое, абсолютно правы. Тогда, когда я росла, и моё поколение, понятно, что изысков в одежде не было, изысков в материалах тоже не было. Поэтому я сама себе шила одежду, это уже начиная, наверное, лет с 12-13, и юбки шила, и кофточки шила, и шила эту одежду, наверное, лет до 20, пока вот не стал рынок насыщаться какими-то товарами. Поэтому брала обычный материал, абсолютно дешёвый, даже иногда саржу брала обычную, и шила из неё кофты, блестящие, красивые кофты. Значит, были какие-то задатки, моделирование. Да, да. И ещё я очень любила, потому что дома всегда было тихо, уютно, спокойно, тепло, и вечерами, когда мы с ней сидели, конечно, мы читали книги. Мы читали книги, и ещё я собирала из разных бутинок любые какие-то вот безделушки. То есть вот было такое желание, и мама когда видела, она говорила, слушай, тебе надо идти на какого-то дизайнера-ювелира, потому что вот я придумала какие-то вещи, тут что-то склеивала, здесь на нитках. Вот так было интересно. Людмила Ильясовна в семье была единственным ребёнком. Отец полковник милиции, долгое время был заместителем начальника МВД Иркутской области, мама работала там же, но бухгалтером. И поскольку, как всё это поколение, пропадало на работе, на кружки и секции водила бабушка, которая по большей части и повлияла на будущее моей героини. С малого детства, вот я начала говорить о том, что и в хореографическую школу ходила, вроде и стихи читала. И как-то, возможно, было бы желание пойти куда-то. И вот я не договорила, что было желание одно, обязательно стать медиком и помочь бабушке, чтобы она жила долго. Мотивация была такая. Понятно, что потом уже в подростковом возрасте она немножко как-то уже имела другие рамки. Но внутреннее желание, глубокое желание, оно всё-таки осталось, чтобы вот людям также помогать. Потому что рядом-то я видела только одно, то есть милосердие, помощь и желание сделать так, чтобы другим людям было хорошо. Я в течение первого года стала поступать в мединститут. Проходной балл был страшно большой. То ли 21,5, то ли 22,5, как сейчас помню, я не набрала где-то около балла. Я тогда решила, что достаточно сложно будет и ушла в медицинское училище. Сперва. Я вот с этими баллами ушла в медицинское училище, закончила медицинское училище с отличием и потом уже пошла в мединститут, сдала всего лишь один экзамен по биологии и вот сразу поступила. В медицинский институт было практически, просто невозможно было поступить туда, поступали просто отличники, но я к отличникам не относилась, у меня были средние оценки, поэтому я никак не очень дружила с химией, ну а здесь я сдала биологию и поступила. Вот так обхитрила. 1987 год. Выпускницу Людмилу направляют в Якутск. Уговоры родителей не ехать, даже обещание отца найти работу не останавливает мою героиню. Сделать шаг – неизвестность. Да, вот эта фотография, когда я прилетела в город Якутск. А, это вот тот прямо самый день запечатлел? Да, это старое здание аэропорта. Вот супруг меня встретил, вот дочка старшая на руках, вот сумки. Мы приехали в город Якутск. Каким тогда вы увидели Якутск? Честно говоря, Якутск был весь в песке абсолютно. Были дороги, но совсем не было пешеходных тротуаров. Дощаты еще были. Дощаты, если были, то где-то местами. По сути, вот без обиды ни для кого, но это было тогда время, это был 87-й год, это был город, который напоминал очень большую деревню, потому что двухэтажные деревянные дома везде. И вот те хрущевки, да, четырехэтажные, которые были, это было самое большое украшение города Якутска. Центр имени Кулаковского был украшение улицы нашей Дзержинского, да. Ну и, наверное, вот площадь, на которой стояли вот магазины продуктовые, помните, да, где почта стояла. Это центр. Ну и улица Ленина, да, с нашим памятником Ленина. И вот это было самое, что есть красивое. Ни цветов, ни деревьев, сплошной песок. И пройти, я говорю, опять же, негде было. Поэтому был такой город, конечно, достаточно, вот если сравнить с Иркутском, он немного был другой. Но вы сами решились. Но он сразу тёплый стал. Вот он стал тёплый, потому что люди абсолютно такие добрые, люди очень отзывчивые, очень хорошо меня приняли в коллективе. Я стала работать. Мало того, что я в то время стала проходить интернатуру в Республиканской больнице номер 2. Это наша областная больница. И, конечно, там замечательный коллектив от аринолерингологов. Это люди, которые и по сей день они мне стали друзьями. Это люди, которые всегда были со мной и сейчас остаются. Это они и учителя. А потом получилось так, что увидела меня Нина Серафимовна Водоморина. Это заведующая лороотделением. Тогда детская республиканская больница. И я уже после этого ушла в поликлинику работать. Она меня там лор-врачом она меня тогда еще приметила и сказала ты пойдешь к детям работать в лороотделении? Я говорю пойду. Потому что я хотела работать всегда в стационаре и быть действительно около хирургии. А самое интересное вот вы говорите верите ли вы в силы да и есть ли они. Когда я поступала в медицинский институт и уже несла документы то вот тогда будучи уверен что я все равно поступлю когда уже вот с отличием диплом и было две приемных комиссии одна приемная комиссия была на педиатрический факультет впервые набирали на педиатрический факультет то есть для детей да и здесь был лечебный факультет я естественно так уверенно гордо иду лечебный факультет вдруг выходит женщина и вот прямо бежит мне на встречу бежит на встречу и мне говорит девушка девушка подождите постойте пойдемте вы куда подаете документы я говорю на лечебный она говорит пойдемте на педиатрический я говорю нет ни за что она говорит вы должны быть педиатром я говорю никогда я не буду работать с детьми и вот я как сейчас эти фразы помню даже вот видно выражение лица было такое там свыше всевышний увидел посмеялся надо мной да наверное и сказал ну вот и заканчиваю институт иду уже на полную работу да и вдруг получается так что я абсолютно сразу же ухожу в детскую республиканскую больницу и начинаю работать только с детьми и понимаю по жизни что самое лучшее что есть на свете и самое благодарное что есть на свете это дети это свои дети это дети которых ты вылечил и когда моей дочери исполнилось 18 лет она сказала ты все время бежала к чужим детям а про нас забывала я тогда подумала что наступит какой-то промежуток времени когда они повзрослеют наверное по-другому станут на эти вещи смотреть и ну я думаю что это случилось дети повзросления они совершенно по-другому это понимают но в начале тогда они реагировали иначе они по-другому реагировали они конечно меня как-то внутренне они обижались всегда потому что они недополучали моей ласки я когда приходила естественно я строгим голосом говорила почему вы не прибрались почему вы вот тут полы не помыли почему вы за молоком не сходили хлеба не купили сплошные требования вот я сейчас сама себя вспоминаю думаю насколько несправедливо в жизни да что вот родителям которые начинают воспитывать детей мудрость дается потом когда мы становимся бабушками почему эта мудрость не дается для того чтобы мы воспитывали добрых хороших детей необозленных наверное да и сами могли дать что-то большее вот в тот период когда мы их не проходили события да по умолчанию ли в глазах ли да это всегда поддержка это всегда понимание это всегда поддержка и я знаю что бы ни случилось они всегда рядом со мной и вот когда были тяжелые дети на работе да воскресенье просыпаемся я говорю ребятишки собираемся пойдем в церковь было такое крайне редко такое было крайне редко сын спрашивал мама у тебя снова тяжелый ребенок и вот мы с ними шли в церковь просто постоим посмотрим я что-то может быть подумаю хотя я не настолько вот верующая да но я просто понимаю что вот то с чего мы с вами разговор начали что какие-то силы есть или я понимаю что мне где-то моих сил не хватает и я ищу другие силы но вот этими силами конечно были и коллеги и врачи и наши лучшие педиатры и анестезиологи но иногда приходилось вот идти к тем силам и знаете помогала сын и дочь два крыла моей героини которые росли с пониманием того что впустить свое сердце можно не только родных и близких но и всех тех кому нужна помощь сын максим пошел по стопам матери медицину и сегодня он стоматолог ортодонт дочь римма названная в честь любимой бабушки сотрудник прокуратуры у каждого своя семья и дочь и сын подарили родителям по внуку семилетняя Руслана и трехлетний Саша отдушина бабушки и дедушки мама я была строгая я вот почему говорю что мне бы конечно очень хотелось вот то понимание которое есть у меня сейчас чтобы оно было тогда тогда вот эта усталость да какая-то озабоченность материальное неблагополучие потому что конечно не всегда все было хорошо и с материальной точки зрения тогда и годы были другие если вот люди которые помнят то время тогда не было и зарплаты тогда не было и продуктов питания тогда были талоны за которыми мы стояли да в очереди я помню Максимка был маленький мы вот в Якутске жили еще ему до года было когда приехали естественно он малыш и вот стояли и в очереди все это и вот это все неблагополучие оно как-то все равно отражалось и на поведении и вот эта постоянная забота она естественно не давала столько много возможностей чтобы отдаваться полностью вот семье и детям надо было придумать что приготовить надо было постирать надо было прибрать ни бабушек ни дедушек никого не было был рядом только супруг и вот были дети и естественно что вот эти бытовые сложности они иногда не так позитивно да отражаются на составляющей семьи некоторые ведь семьи этого не выдерживают да вот да зачастую ну и статистика показывают а это вот трудности те которые когда через такие трудности пройдешь то уже другого близкого человека не сдашь если тебя не сдадут то ты не сдашь Людмила Ильясовна на управленческую должность можно сказать пришла прямо из операционного стола где буквально дневала и ночевала спасая своих маленьких пациентов борясь за каждый вдох и безусловно это не может ее не радовать ведь она до сих пор продолжает получать слова благодарности от своих пациентов да это в детской от аренолевингологии в республике тогда вот когда я пришла были дети рождались дети с врожденной патологией гортани и по сути это врожденная патология гортани она оперировалась у нас только в Санкт-Петербурге даже в Москве не все делали а это был это тогда это был 95-96 годы да и эти операции это пластическая операция на гортани и делал еще один хирург который работал по-моему в Красноярске все больше никто не делал и вот судьба сделала так что я поехала на специализацию в Санкт-Петербург и там как раз работал основоположник хирургии гортани у детей Цветков Эдуард Анатольевич и он когда я приехала и встала вместе с ним к операционному столу и стала уже вот как бы говорить он потом говорит ты вот это умеешь делать я говорю умею а он говорит заканчивай операцию я закончила операцию проходит еще двое суток и он мне предлагает аспирантуру в Санкт-Петербурге и говорит я тебе предлагаю аспирантуру заочную я говорю вот спасибо за аспирантуру он говорит что отказываться я отказываться не буду я говорю но у меня большая просьба научите меня пластике гортани и вот он тогда меня научил пластике гортани обтураторы которые надо было делать их не было сегодня расходный материал пожалуйста любой импортного производства тогда не было вообще ничего я приехала домой муж мне помогал из шариковой ручки делать обтураторы выпиливал вот этот резинки от капельниц мы одевали они инактивные для неба не те которые не раздражают слизистую одевали на эти ручки и когда я рассекала гортань то вот вставляла этот обтуратор и потом на этом обтураторе формировалась гортань вот наверное это самое большое такое достижение которое мы провели но вот тогда он предупреждал и говорил что ты не сможешь сделать эту операцию если у тебя рядом не будет сильного творческого анестезиолога но я должна отдать вот конечно дань тем людям которые работали в то время в детской республиканской больнице это люди которые действительно не просто врачи да от бога это талантливые врачи это люди которые себя полностью положили в служение детям и вот благодаря этим врачам этим анестезиологам абсолютно творческие люди мы стали делать эти операции мы их делали пластику гортани мы делали в якутске и когда я уже писала кандидатскую то защищаясь вот Цветков тоже очень гордился да профессор-академик который был моим руководителем он тоже гордился он говорил что в Якутии делают эти операции и когда он говорил а почему вот у тебя вот у тебя уровень квалификации ты недавно работаешь уровень квалификации у тебя вот у нас не все профессора делают операции я говорю а нам деваться некуда потому что вот Якутия до Москвы 6 часов лету да мы пока ребенка везем мы его просто потеряем поэтому нам деваться некуда мы оперируем здесь мы работаем и оперируем здесь и вот сегодня кстати вот это достаточно высокий уровень хирургического профессионализма не только среди детской хирургии но и среди взрослого хирургического сообщества это результат того что мы живем далеко нам за помощью бежать некуда поэтому мы все делаем здесь сами своими силами значит получается вы были практически основоположником одними спи да вот пластика гортани это было действительно так это вот как раз те ребята и сегодня есть и дети которые действительно они уже выросли они взрослые они большие такая история и конечно здесь есть чем говорить Людмила Лясона благодарит судьбу за мужа доброго надежного друга человека который все это время был не только опорой поддержкой но и бесконечно верил и продолжает верить что она тот человек который может сделать гораздо больше чем кто-либо другой у их любви своя история Григорий влюбился в Людмилу с первого взгляда уже очень ему понравилась девушка с длинными косами и вот он тогда меня запомнил а потом когда уже стала учиться в институте он как-то подошел тоже вот я уже потом с подружкой в эту же деревню приехала с которым мы вместе учились и вот он как-то подошел познакомился и самое интересное первый вопрос был сразу вот буквально сразу я приеду через год и пойду к твоим родителям буду просить твоей руки ты мне не откажешь он сразу вот так сказал действительно через год приехал пошел к родителям попросил руки мои родители отказали вот он знаете кто сыграл роль бабушка папа говорит что пускай они друг другу позвонят пускай они значит еще повстречаются а бабушка а что звонить а что встречаться когда можно пускай уже говорят женится и бабушка опять же решила что надо вот нам быть вместе это ее судьбоносное решение а он подошел и сказал так через год приезжаю ты даешь согласие и выходишь за меня замуж нашелся человек сильнее воздуха сильнее и он сказал все никаких там никаких цветов мороженого никаких ухаживаний все и я так посмотрел думаю да как за каменной стеной наверное вот это очень важно в понимании да семьи очага ну вот не ошиблась да внутренне почему потому что сама ушла честно говоря в работу да ну вот так получилось потому что ну трудно сказать просто всегда хотелось чтобы то что ты делаешь оно делалось хорошо и какая-то мера ответственности здесь вот на работе да она была больше я не знаю как правильнее чтобы мера ответственности была лучше дома ты была хозяйкой очага и отдавала себя детям да я до сих пор не знаю где правда наверное она у каждого своя но мне было было бы стыдно мне было бы некомфортно если бы я что-то делала плохо как вам удается вот держать баланс сохранить семью да муж рядом дети рядом ноги рядом и приховать это не мне удается это им спасибо большое это спасибо мужу это спасибо дочери это спасибо сыну сегодня огромное спасибо это невестке потому что дом честно говоря сегодня держится на ней это огромное им спасибо что они меня воспринимают вот в таком статусе с таким иждивенческим да наверное поведением в отношении семьи но это правда и при этом вот любят и понимают и поддерживают Людмила Ильясана сейчас вспоминает если бы не вера и поддержка мужа то вряд ли бы сегодня она была тем кем является ведь то самое судьбоносное решение занять ответственный пост заместителя министра здравоохранения республики было принято именно с подачи мужа Григория моя семья она выбрала и сказала что вот иди туда и она меня поддержала и кстати когда пригласили работать в Минздрав а приглашали два раза вот как это было да звонок в кабинет звонит мой друг очень большой друг и это вот действительно был брат Семен Березин это человек с которым мы вместе стояли около операционного стола это человек с которым мы вместе были рядом когда он баллотировался в депутаты и это действительно мой брат вот ну по жизни так случилось что вот он был рядом и он мне раз позвонил говорит ты пойдешь заместителем министра здравоохранения я говорю нет прихожу мужу говорю вот предложили идти в Минздрав он молчит второй раз опять звонок Семен Березин звонит говорит давай пошли иди работать в Министерство здравоохранения я говорю нет я не пойду что я там делать буду я вообще не знаю что это такое какой из меня заместитель министра все это по телефону я значит возмущаюсь и говорю нет прихожу домой опять мужу рассказываю и он мне говорит а почему ты отказываешься ты что не хочешь себя испытать вот на другом поприще третий раз говорит тебе не предложат соглашайся ты что не хочешь себя в новой должности опять испытать новые силы как-то это ты что слабая такая ну естественно я говорю я говорю ты точно даешь добро и понимаешь что это будет и если я уйду в Минздрав он говорит ну иди поработай попробуй иди я ушла началась работа до 11 вечера до 12 вечера потому что ничего не знаю это был 2003 год то есть детям было по 18 по 20 лет вот дочери да вот в таком промежутке то есть они как бы уже и выросли но при этом вот такой возраст и муж пару раз попытался сказать что вот ну что ты так работаешь но почему ты так долго а потом же там же тоже допустим идут какие-то встречи идут встречи кого-то надо встречать да кого-то надо провожать кого-то надо вести то есть функции представительские они все равно есть естественно не суббот не воскресенье это еще плюсы работа и меня дома нет вообще если я раньше меня не было допустим я работала до 4 до 5 да да и все таки в 5 часов я с работы приезжала но при этом но при этом были дежурства а тут вот такая ситуация когда уже все меня не видно не слышно ну и мне пришлось естественно сказать а помнишь кто меня разговор на кухне кто меня уговорил идти на эту работу ну и все надо дать должное супругу после этого претензий не было ага вера и вот столько лет да и вот уже столько лет конечно понимание я почему говорю что это самая дорогая фотография когда мы все вместе хотя мы видимся не так часто но они всегда рядом со мной когда вы заступили на должность заместителя министра первые ваши шаги какие были тогда я пришла и руководила материнскому детству меня поставили заместителем министра по материнскому детству младенческая смертность была достаточно большая но уже тогда стал работать перинатальный центр конечно тогда стал вопрос об улучшении реанимации новорожденных это были кстати первые шаги по усилению материально-технической базы и это и ВЛ аппараты и это обучение абсолютно иное врачей реаниматологов анестезиологов которые работают с новорожденными тогда мы стали достаточно активно заниматься школьной медициной и тогда очень много было совместных проектов с министерством образования для школьников вообще для детей школьного возраста и конечно по материнству мы тогда достаточно серьезно и начали большую работу по снижению абортов в республике когда я пришла то показатели вот количество родов было 13 тысяч а абортов тогда было 22 тысяч сегодня цифры все наоборот абортов наполовину меньше чем допустим количество рожденных сегодня у нас рождается в два раза больше это огромная работа всей системы здравоохранения то что сделали медики в республике вот мы с вами уже об этом говорили да конечно это новые операции это те операции которые делались уже у нас когда только-только их начинали делать в России мы стали делать кардиохирургические операции наши доктора стали пересаживать почки и конечно вот это развитие оно достаточно серьезно каждый из руководителей который руководил министерством который работает и работал и управлял больницами это огромный вклад каждого человека вот в те достижения которые есть сегодня мы готовы будем выращивать иные ткани они хоть и искусственные да но иные ткани заменители допустим фибробласты да когда вот идут ожоги или отморожения мы можем выращивать искусственную кожу да поэтому очень много таких вот для развития отрасли направлений это всегда очень интересно и сегодня очень хорошая молодежь она очень умная молодежь молодежь сегодня такая которая имеет внутреннюю гордость внутренне самодостаточные они очень грамотные с хорошими здоровыми абсолютно амбициями и нацелены на то чтобы вот был прорыв был скачок поэтому я надеюсь что республика как всегда была впереди во всяком случае в ДВХО мы точно одни из лучших по показателям отрасли да ну и конечно очень хочется чтобы были первыми не порсии ну и традиционный вопрос который я задаю всем вы мечтатель или реалист мечтатель мечтатель все-таки мечтатель в глубине мечтатель да и все равно я считаю что если быть реалистом ты делаешь шаг назад а если ты мечтаешь и при этом понимаешь что мечты сбываются это все равно не шаг вперед это два шага вперед надо мечтать но надо при этом мечтать так и понимать что эта мечта завтра обязательно сбудется и она сбудется благодаря тому что ты ее сделаешь своими руками а по другому как замечательные слова я желаю чтобы вы мечтали много и делали много шагов вперед и чтобы все у вас получалось все ваши задумки притворяли в жизнь спасибо за интервью было очень приятно с вами поговорить спасибо вам за вашу такую теплую хорошую передачу такая отдушина и вы знаете я очень вот просто от чистого сердца пообщалась с вами и как будто вот почти испарить спасибо вам спасибо Субтитры подогнал «Симон»